Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Эксгет пришел вопрос. Как можно определить, когда благодать Божия посетила человека, а когда отошла? Посещение благодати Божией должно быть очень остро ощущаемой человеческой душой. В этом и состоит христианская опытность. Движение Святаго Духа, благодать Божия, это и есть прикосновение к душе Святаго Духа, ощущается по слову одного древнего святого, такого варсонуфия великого, как движение в лесу паутины. Он говорит, каждый христианин должен истончить свою душу за жизнь, как паутину. Вот представьте себе, я стою в лесу, ветра нет, собираю малины с куста, смотрю на кусту паутина, а она шевелится, она чувствует такие веяния воздуха, которые моя кожа не чувствует. Вот христианин – это человек, который настолько любит, ценит присутствие Божия в своей душе, что, сотворив грех, сразу чувствует, что она отошла. Прежде всего, это чувствуется по потере мира, немирное состояние. Очевидно, что оно следствие того, что я согрешил, и благодать Святаго Духа отошла. Потому что трудно молиться, целый рой помыслов, мыслей каких-то, вот такая суета, такой вал как бы внутри крутится, и ты не можешь пробиться за него вот к чистой молитве. Это тоже благодать Божия отошла. Нет сокрушения сердечного, нет покаянного чувства. Благодать Божия отошла, потому что, когда благодать Божия прикасается к человеку, человек неизбежно чувствует свое несоответствие этому и испытывает покаянное сокрушение сердечное. Вот если вот эти чувства отошли, значит, ты где-то согрешил, и благодать Божия от тебя отошла. Но не всегда это так прямолинейно, не всегда это бывает, потому что ты согрешил. Иногда это такое испытание Божие. Благодать Божия – это прикосновение личного Бога, к личности человека, к его душе. И закрепить Господа в какие-то законы однозначные мы не можем. Он сам решает, когда оставить человека, когда быть с ним. Это оставление может быть по некоторым причинам. Какие-то причины, вот я перечислил которые, мы можем понять. Самое большое и самое тяжелое оставление Божественной благодати души человека происходит по гордости человека. Фактически, гордость – это когда я кричу Богу, Господи, я хочу жить один, я без тебя справлюсь. Вот что такое, как Господь воспринимает гордость, как святые отцы древние говорят, как медную стену между сердцем и Богом, через которую я не пускаю пройти Божественную благодать. Вот поэтому, если я чувствую, что благодать потерялась, надо прежде всего искать смирение, вспоминать о своих грехах или творить какие-то дела любви. И тогда благодать Божия вернется. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok